Доброе утро, дорогие коллеги! Сегодня я буду представлять наш первый проект, который называется «Изучение радиопротекторных свойств БЛК-дэмэдж-супрессор или ДСАП на модельном объекте «Дрозофилонилоногастер» и культуре клеток человека ХЕК-293Т в рамках темы 11.32 «Биомедицинские и радиационно-генетические исследования с использованием различных типов ионизирующего излучения». Семинар будет состоять из двух частей. В первой части я расскажу о состоянии дел на данный момент в данном вопросе, а во второй части семинара расскажу о целях и задачах, которые мы планируем решить в ходе нашего проекта. Начать я хотела бы с того, что экстремофильные организмы, которые способны адаптироваться к каким-то очень неблагоприятным условиям окружающей среды, например, таким как высокая или низкая температура, высокое и низкое давление, кислотность повышенная или наоборот повышенное содержание щелочных веществ, засоленность и тому подобные условия давно являются предметом интереса биологии. В частности, вот эти вот прекрасные картины, которые можно наблюдать в Иоустовском парке в источниках, сформированы с различными экстремофильными организмами. Однако надо заметить, что подавляющее большинство экстремофильных организмов относятся к инноклеточным организмам, например, бактериям или археям. Это больше 95 процентов всех экстремофилов. Однако среди животных тоже встречаются виды, которые способны выживать в экстремальных условиях окружающей среды. В частности, это тихоходки или по-латински тордеграда. Это крошечные беспозвоночные размером до полутора миллиметров, которые крайне медленно двигаются в поисках еды со скоростью несколько миллиметров в минуту. У тихоходки 8 ног, которые похожи на лапки медведя, поэтому их еще называют водяные медведи. Важно отметить, что тихоходки имеют дифференцированные органы и ткани, в отличие от всех бактерий, и пищеварительную, нервную, половую и другие системы, то есть они, в общем, достаточно сложно устроены. Особенный интерес представляет устойчивость тихохода к киенизирующему излучению. Вот в этой таблице собраны некоторые данные по радиорезистентности различных видов организмов, в частности, такой параметр, как LD50. LD50 – это летальная доза, в ходе которой погибает в течение определенного периода времени половина всех особей, которые участвуют в эксперименте по облучению. Несколько недавних исследований показали, что тордеграды относятся к группе наиболее устойчивых к радиации животных на Земле, которые выживают после воздействия как плотно, так и редко иенизирующего излучения в дозах около 5 кг. Причем, надо отметить, молекулярные механизмы такой радиорезистентности до сих пор в значительной степени неясны. Ну просто для сравнения мы видим, что из всех перечисленных здесь видов организмов человеку хуже всех вот такие небольшие дозы уже являются крайне опасными для нас. Теперь немножко хочу сказать о том, что такая экстремальная радиорезистентность тихоходок сделала их модельным организмом для изучения влияния космических условий на живые организмы. В частности, все любят приводить в пример такой достаточно экзотический эксперимент, когда на околоземной орбите находился спутник, фотон М3-миссия, и бедных тихоходок выбрасывали в открытый космос. И, например, в ходе проекта «Тардис» тихоходки 10 дней находились в условиях космического вакуума, воздействия космической радиации и ультрафиолетового излучения. Ну и надо отметить, что воздействия вакуума и космической радиации не оказали невыживаемость тихоходок существенного влияния. После возвращения на Землю они все прекрасно демонстрировали признаки жизни. Ну и теперь немножко теории. Известно, что одной из основных мишеней для ионизирующего излучения является ДНК. И причиной радиационной гибели многоклеточных организмов является гибель фракций клеток, которые наиболее чувствительны к радиации и незаменимы для жизнедеятельности всего организма. Собственно, они гибнут в первую очередь из-за того, что происходит нарушение в их генетическом материале, ДНК. Для поддержания стабильности генетического материала клетки у всех организмов имеются мощные специализированные системы, которые помогают клеткам бороться с повреждениями, возникающих после радиации, и они делятся на два больших кластера. Это синтез антиоксидантов, который, собственно, нейтрализует активные формы кислорода, повреждающие ДНК, и большой кластер, в который входит система репарации ДНК, которая репарирует те повреждения, которые все-таки возникнут. В клетке существует несколько систем репарации, каждая из которых работает со своим типом повреждений. Ну вот здесь указаны основные типы повреждений, которые могут возникать в результате облучения или просто даже воздействия активных форм кислорода. И вот здесь перечислены системы репарации, которые отвечают за восстановление исходной структуры ДНК. Ну, надо отметить, что в 2015 году за описание механизмов работы системы репарации была дана Нобелевская премия. И не могу не отметить такой факт, который не имеет отношения к сходкам, но мне очень хочется, раз уж показана такая картинка, его осветить, что ДНК полимераза, которая удваивает ДНК в ходе деления клеток, сама по себе делает ошибки довольно-таки часто. Вероятность 10-4. Но когда дальше идет репарирование всех этих ошибок, частота в стройке неправильных нуклеотидов снижается вот в такой величине, как 1 на 10 в девятый. Но поскольку наш человеческий геном – это 3 на 10 в девятый, из этого мы делаем такой вывод, что в нашем организме нет двух одинаковых клеток с абсолютно одинаковым геномом, в силу того, что у нас все время накапливаются какие-то ошибки. Это касается только вот этой части, где работает ДНК полимераза. Естественно, что все вот эти повреждения тоже вносят свой какой-то вклад, поэтому, по сути дела, мы на самом деле все мозаики. Так, теперь дальше к тихоходкам. Как мы видим, на протяжении многих лет было проведено значительное число экспериментов по оценке влияния на тихоходки различных типов ионизирующего излучения, первые из которых были еще в 1964 году. Однако надо отметить, что во всех этих экспериментах описывались различные параметры выживаемости тихоходов. И не было никакого перехода ни на клеточные, ни на молекулярные уровни. То есть просто авторы регистрировали такой удивительный факт высокой выживаемости, но объяснить его никак не могли. Тем не менее, на отдельных генах в последнее время было показано, что у тихоходок существуют все те же самые механизмы репарации, о которых я говорила ранее, но они не показывают никаких экстраординарных отличительных черп. То есть они работают так же, как у остальных организмов, и очень сложно объяснить с привлечением только их такую уникальную радиорезистентность. Соответственно, встает вопрос, за счет чего тихоходки настолько радиорезистентны. Все данные, которые есть о том, как на молекулярном уровне можно объяснить радиорезистентность тихоходок, сводятся к двум статьям, выполненным в 2016 и в 2019 году двумя коллективами авторов. Одни авторы представляют Японию, вторые из США. И, собственно, это пока все данные, которые есть об этом, о гипотезах, объясняющих механизм такой радиорезистентности. Собственно, прорыв в исследованиях произошел в 2016 году, когда был секвенирован геном одного из самых резистентных видов тихоходок. И после анализа данных и сравнения всех белков этого организма со всеми уже известными белками других организмов, был обнаружен уникальный белок, который присутствует только у тихоходок. Этот белок получил название Damage Suppressor или DSAF. Ну и перед вами картинка моделирования структуры этого белка с помощью софта Айттаси. Для того, чтобы объяснить, как дальше описывались различные параметры и характеристики этого белка, мне надо вам немножко напомнить о другом белке, таком как GFP. GFP – это зеленый флуоресцентный белок. Кстати, за работу над ним тоже была получена Нобелевская премия в 2008 году, который широко используется как флуоресцентная метка для молекулярной биологии, для того, чтобы исследовать большое число различных параметров клетки, в частности, экспрессию генов. С помощью него можно делать прижизненное мечение организмов, тканей, клеток, клеточных структур и отдельных белков. И, что важно, можно следить за локализацией белков в живых клетках. Собственно, вот это вот наши экземпляры живых организмов, которые экспрессируют белок GFP. Это отдельная клетка из культуры клеток человека, а это, как мы видим, целая муха дрозофила, в которой тоже экспрессируется GFP и придает ей зеленую окраску. То есть это как бы такой флуорофор, такой маркер, который мы можем использовать для мечения каких-либо структур прямо в живой клетке. Очень удобно. Ну, собственно, к результатам статьи. Японскими авторами было продемонстрировано, что в культуре клеток экспрессия ДСА приводит к некоторым очень характерным изменениям распределения белка. Собственно, что показано на этой картинке? Это фотографии с флуорестентного микроскопа. Это одно и то же поле зрения, одни и те же клетки, но фотографии сделаны с использованием разных светофильтров. В эти клетки перед экспериментом была введена вот такая конструкция, которая содержала белок ДСА, тот самый уникальный белок, который стал, собственно, кандидатом для исследований всех этих групп авторов, потому что, скорее всего, он и мог отвечать за вот эти уникальные свойства. Автор сделал гибридный белок, когда вначале стоит белок ДСА, это целевой белок, белок интереса, и он как бы помечен белком GFP, который нам просто дает флуоресценцию. Белок GFP ни с чем не задействует в клетках, это очень удобно, он ни с чем не реагирует, ни на что не влияет, ни во что не вмешивается, он просто светит, дает зеленый сигнал. Соответственно, когда в культуре клеток человека была введена вот такая вот гибридная конструкция, мы видим, что с использованием светофильтра для GFP картина выглядела вот так. С использованием светофильтра на специальный флуоресцентный краситель, в котором метится геномная ДНК, картинка выглядела, соответственно, вот так. И совмещение вот этих двух картинок, которые мы видим на третьем имидже, показывает, что вот эта вот конструкция полностью совпадает с территорией, которая занимает клеточное ядро. В качестве контроля была использована отдельная часть этого гибридного белка, которая состояла только из GFP. Как мы видим на канале GFP, он занимает весь объем клетки без какой-нибудь специализированной локализации, то есть он расположен везде. И относительно клеточного ядра, после совмещения этих двух фотографий, мы видим, что нет вот такой вот четкой ядерной локализации, как в первом случае. Из чего авторы сделали заключение, что белок ДСАП колокализуется вместе с ядерной ДНК, соответственно, его функции лежат в этой области, и он что-то делает в ядре. Далее авторы начали описывать свойства, которые уже более связаны с радиорезистентностью с помощью такого метода, который называется ДНК-КОМИТ. Суть этого метода кратко изложена на этом слайде. Культуры клеток подвергаются воздействию ионизирующего излучения. Затем клетки немедленно, или посредством того, что там через лед, вносятся благородный гель, который расположен на специальном слайде, после чего происходит лизис наружной клеточной мембраны и наружной, не наружной, просто ядерной мембраны. Соответственно, у нас в этом огорозном геле лежат очищенные ядра, после чего этот слайд помещается в электрическое поле, поскольку ДНК заряжена отрицательно, она стремится переместиться к аноду. Но если мы работаем с интактной ДНК, которая ничем не повреждена, это очень длинные молекулы, которые, несмотря на свое желание перемещаться, не могут протиснуться через поры огорозного геля. Соответственно, они остаются на месте. Фрагментированная же ДНК, которая гораздо более короткая, способна протиснуться через это молекулярное хито и начинает двигаться к анодам. Соответственно, формируется такой хвост комета, который, в принципе, можно как-то оценивать. Вот здесь уже, так сказать, экспериментальные картинки. Если ДНК была не повреждена и после этого проходит через ДНК комет, мы видим, вот ядро клетки, как оно было, так оно осталось, практически не сформировалось никакого хвоста. Если после облучения у нас возникают какие-то фрагменты, они прекрасно распределяются, формируют хвост кометы, который можно оценивать и сравнивать, например, между контрольной и экспериментальной группой. В этом суть метода. Авторы применили такую стратегию для исследования свойств белка ДСА. То есть слева мы видим картинку, слева мы видим картинку без применения какой-либо радиации. То есть просто отдельные ядра, которые покрашены флуоресцентным красителем Сибор Грин, никаких хвостов мы не наблюдаем. Это экспериментальные образцы. Значит, вот это у нас клетки, которые не экспрессируют ДСАП, а это клетки, которые экспрессируют ДСАП. Ну и анализ с помощью специального софта демонстрирует, что фрагментация ДНК в случае клеток, экспрессирующих ДСАП, значительно ниже, чем в случае, когда клетки нормальные, без ДСАП. То есть авторы сделали вывод, что ДСАП каким-то образом снижает фрагментацию ДНК в ядрах клеток после воздействия радиации. Это, ну, как бы такой первый знак того, что действительно этот белок как-то играет какие-то роли в установлении радиорезистентности тихоходок. Следующий эксперимент этих же авторов, они проверяли выживаемость клеток, экспрессирующих и неэкспрессирующих ДСАП, после воздействия рентгена в дозе 4 Грин. Это контрольный эксперимент, где не применялась радиация к клеткам. Как мы видим, они, в общем-то, все неплохо растут, и там на уровне 12 дней после пересадки, после посева, ну, что-то очень похожее. В случае применения радиации мы видим, что клетки, которые неэкспрессируют ДСАП, начинают умирать, причем довольно активно, в то время как клетки, экспрессирующие ДСАП, продолжают свой рост, ну, хотя, конечно, не в такой степени, как в контроле. Из чего авторы сделали вывод, что действительно, да, этот белок повышает радиорезистентность не только тех охоток, но он еще и способен работать в других организмах и повышать таким же, тоже каким-то образом их радиорезистентность. Ну, и я не стала демонстрировать здесь этот эксперимент, там просто только фотографии гелий в большом количестве. Скажу словами, что авторы еще показали, что белок ДСАП способен связываться с ДНК. То есть это вот прям очень такие хорошие подтверждения к тому, что действительно этот белок обеспечивает радиорезистентность, причем не только у тех охоток, но и перенос его, например, в культуру клеток человека придает ей тоже повышенную радиорезистентность. Ну, и это как бы суммарная картинка работы японского коллектива, то есть культура клеток человека, которые не экспрессируют ДСАП и подвергаются воздействию радиации или активной формы кислорода, демонстрирует уменьшение пролиферативной активности, ну, и снижение жизнеспотопности, и клетки гибнут. В случае культуры клеток, которые экспрессируют ДСАП, происходит предполагаемо, какой механизм авторы предложили, чтобы объяснить, как же работает этот белок, что он создает такой защитный чехол вокруг ДНК, который как бы берет на себя удар вот этих активных форм кислорода или непосредственно самих потонов или частиц, и таким образом защищает ДНК, что приводит к улучшению жизнеспособности, и клетки выживают в большем количестве. Следующая статья, в которой были представлены данные, характеризующие белок ДСАП, это 2019 год, где авторы показали уже на системе инвитро, то есть в пробирке, это были неживые клетки или живые какие-то организмы, показали, что ДСАП предпочтительнее связывается даже не с ДНК, которая свободна от белков, а с ноклеосомами, то есть во всех клетках на самом деле ДНК в чистом виде практически нет. Она вся намотана на специальные белковые структуры, которые упаковывают ДНК, как я потом в дальнейшем покажу, для того, чтобы легко и удобно регулировать уровень экспрессии различных групп генов. Ну и вот здесь авторы показали, что ДСАП предпочтительнее связывается с ДНК, намотанной на нуклеосомы, и продемонстрировали, что добавление гидроксильных радикалов в среду, где есть ДСАП, также снижает повреждение ДНК. Ну и механизм они предполагают примерно тот же самый, только ДСАП теперь защищает не просто ДНК, а весь этот комплекс ДНК-нуклеосомы. Ну, собственно говоря, это вот все данные, которыми мы обладаем на данный момент. Пока ничего больше нам не известно, и нам очень хочется узнать об этом белке как можно больше. Далее мы переходим к целям и задачам нашего проекта. Их две. Главными целями являются изучение механизмов действия белка ДСАП и оценка использования ДСАП для повышения радиорезистентности многоклеточных сложных организмов. Для достижения этих двух целей нам необходимо решить ряд задач. Задача номер один. Естественно, для того, чтобы работать с этим белком, надо иметь какой-то его источник. Поэтому дальнейшие эксперименты, поскольку все дальнейшие эксперименты мы планируем в основном проводить на модельном генетическом объекте дрозофиля, последовательность ДНК, кодирующей белок ДСАП, была оптимизирована с учетом частоты встречаемости различных кодонов в геноме дрозофиля для того, чтобы обеспечить высокий и стабильный уровень синтеза этого белка. После чего оптимизированная последовательность, длина ее порядка 1300 пар нуклеотидов, была синтезирована и проверена на правильные синтезы с помощью секвенирования. Это оптимизированная и проверенная последовательность и используется во всех наших последующих экспериментах. Ну вот слева вот эта карта. Что значит вот эта картинка? Это генетическая карта собственно этой последовательности, встроенная в вектор для того, чтобы мы могли с ней дальше работать. Задачей номер два является создание линий дрозофилонилоногастер стабильно экспрессирующих ДСАП. Синтезированная на первом этапе последовательность, которая кодирует белок ДСАП, была клонирована в специальный вектор и под контроль сильного промоутера, чтобы обеспечить высокий уровень наработки этого белка в клетках. Полученная конструкция была введена в эмбрионы дрозофилонилоногастер на стадии прибластодермы. Ну вот это вот торчит кусочек капилляра, собственно, которым и вводится конструкция в эмбрионы. В итоге нами было уже получено пять независимых линий дрозофила, содержащих данную молекулярно-генетическую конструкцию в различных позициях генома. Для того, чтобы хорошо охарактеризовать эти линии, нам требуется еще, конечно же, привести анализ точного места в стройке конструкции, которую несет ДСАП в геном. Это можно сделать с помощью инвертированной ПЦР и секвенирования всех полученных линий. Это мы еще не делали, это нам только предстоит. Задачей номер три является оценка радиорезистентности линий дрозофила, которая стабильно экспрессирует белок ДСАП. Для оценки влияния белка ДСАП на радиорезистентность дрозофила пока только одна линия, это вот то, что мы успели сделать к данному моменту, была облучена гамма-квантами на ускорителе МТ25-Ляр-Ои-Яи в дозе 1000 грейн, что близко, как мы помним, из первой таблицы, которую я показывала, к значениям LD50 для дрозофила. Эксперимент проводился всего лишь, напомню, для одной линии, которая экспрессирует ДСАП, и контрольную линию, исходную, в которую кололись конструкции, отдельно для самцов и самок. И для каждой вот этой вот линии было использовано 60 особей. Ну, собственно, перед вами первые данные. Да, вот эти вот две кривые – это самцы и самки, которые экспрессируют ДСАП. Вот эти две кривые – это самцы и самки, которые не экспрессируют ДСАП. Это кривые выживаемости, где показан процент особей, которые выжили в такой-то день эксперимента после облучения. Ну, глядя на этот график, можно там с очень-очень осторожным оптимизмом сказать, что, возможно, происходит увеличение выживаемости линий дрозофилы, экспрессирующих ДСАП, на интервале 10-12 дней по сравнению с дрозофилами, которые этот ДСАП не экспрессирует. Естественно, для того, чтобы получить какие-то точные оценки, требуется увеличение размеров выборки, независимые повторы, демонстрация наблюдаемых эффектов для разных линий. То есть это еще большой-большой объем работы. Ну, хочется также отметить, что здесь как бы всплыла такая параллельная интересная задача. Выяснилось, что у этой линии, с которой мы работаем, у исходной линии, которая не экспрессирует ДСАП, сама по себе имеется разница в радиочувствительности между самцами и самками. То есть это вот самки... Елена, простите, пожалуйста, один вопрос вначале не задали. Вам вопросы лучше по ходу или в конце? Мне на самом деле все равно. Как хотите. А чего народ хочет? Ну, тогда короткий вопрос здесь, к остальным не будем возвращаться. Я тут вижу гендерное, так сказать, различие. Да, вот я об этом и говорю, что мы... А, извините, я не даже... Как раз языка сняли. Да, то есть само по себе в исходной линии мы видим гендерное отличие, которое мы хотим исследовать отдельно. То есть это тоже как бы отдельный такой хороший вопрос, на который надо получить ответ. Но несмотря на это, даже если мы сравниваем отдельно мальчиков и девочек, то мы видим некоторую разницу в радиорезистентности. А кто тут мальчик? Напомните, пожалуйста. Мальчик? Ну, вот красная кривая. Нарисовано же, Дим. Вот здесь, да. Я забыл. Это значок, понимай, да. Я тоже путаюсь. Мальчики, вот это вот мальчики. Вот, да. Ага. А девочки, от которых вниз. Понятно. Так. Я думал наоборот. Ну, я думаю, что такая гендерное различие касается только нашей конкретной линии. Это только повод поискать нам гены, которые обеспечивают вот такой эффект. Так. Переходим к следующей задаче. Следующей задачей является создание клеточной линии ХЕК-293Т, экспрессирующей гибридный белок GFP-ДСАП. Как я показывала ранее, в самом начале японские авторы, Хошимотэ и коллеги, продемонстрировали язерную локализацию гибридного белка ДСАП-ДСАП-ДСАП-ДСАП, где была конфигурация обратная этой. То есть у них сначала стоял белок ДСАП, и дальше он был маркирован белком ДСАП-ДСАП. Однако известно, что ориентация целевого белка и белка GFP относительно друг друга может влиять на фолдинг белка и в конечном итоге искажать его локализацию. Поэтому мы взяли и проверили обратную ситуацию. То есть мы поставили сначала GFP, а потом белок ДСАП. После этого такой конструкции были трансфицированные клетки, и мы тоже имеем фотографии с флорисцентного микроскопа. Здесь я показываю только как бы третий итоговый слайд, я не показываю первые два, которые сняты с различными светофильтрами. Здесь мы видим ту же картинку, что если мы используем только белок GFP, вся клетка заполнена этим белком без какой-то предпочтительной локализации. Ну вот синим здесь, как, кстати, тоже видно, отдельно светится это ядра клеток. Если же мы используем конструкцию гибридный белок GFP-ДСАП, сразу мы наблюдаем четкую ядерную локализацию. То есть действительно ДСАП при любой конфигурации, при такой и при обратной, тащит себя и белок GFP в ядро. То есть таким образом мы подтвердили результаты японских коллег и получили возможность для создания линии ХЕК-293ТС стабильный экспрессирующий белок ДСАП, что в дальнейшем нам позволит оценить радиоэзистентность этой клеточной линии к различным типам ионизирующего излучения. В частности, мы хотим попробовать использовать протоны и, возможно, тяжелые ионы. Следующей задачей нашего проекта является транскриптомный анализ дрозофил и клеточной линии ХЕК-293Т, экспрессирующий белок ДСАП, как в обычных условиях, так и после воздействия ионизирующего излучения. Ну, как я уже показала ранее, на данный момент вообще нет никаких данных о том, что происходит в геноме наших организмов на уровне взаимодействия между генами и, как следствие, в биологических процессах, если мы добавляем в этот организм совершенно нехарактерный для него белок ДСАП. Тем более, что есть предпосылки к тому, что он может оказывать влияние на ряд каких-то процессов. Поэтому мы хотим посмотреть ответ организма в ответ на добавление белка ДСАП на уровне всех генов этого организма. И также интересно посмотреть, как формируется ответ на воздействие радиации в организмах, которые экспрессируют белок ДСАП, и контрольные, которые не экспрессируют белок ДСАП. Это тоже отдельная большая интересная задача, к которой еще вообще никто не подходил. Вот немножко еще хочу уточнить, что вот для меня, получив весь набор этих данных, которые вот к данному моменту мы имеем, для меня очень большим вопросом является вот такое наблюдение. В принципе, вот эта вот компактизация хроматина, она является одним из главных механизмов регуляции экспрессии наших генов. Это хорошо известно, описано, и разница между клетками в нашем организме, нервными, клетками мозга или клетками кожи, как раз формируется за счет того, что таким образом выключаются ненужные гены в клетках, в которых они не нужны, и работает только тот пул генов, который формируют, например, клетки кожи. А гены, которые нужны в клетках нервной ткани, включаются только там, и зато в этих клетках не работают гены, которые нужны в клетках мышц. Это осуществляется за счет того, что вот эти вот ненужные в данный момент гены скрываются в очень компактно упакованном хроматине. То есть вот здесь мы как раз на этой картинке можем видеть, что вот эта часть хроматина очень плотная, она сильно сжата, все очень близко находится друг к другу. Это компактизованный хроматин, нерабочий, в нем гены не работают. И есть активный хроматин, декомпактизованный, в котором есть возможность различным факторам транскрипции сесть и начать читать эти гены, соответственно, они будут работать, и такие белки будут продуцироваться в этих клетках. Так вот вопрос стоит следующий. Если основная гипотеза относительно белка ДСАП предполагает, что этот белок каким-то образом связывается с хроматином, не очень понятно, как он включается в эту очень четко отрегулированную систему компактизации, декомпактизации хроматина для регуляции работы генов, как он на это влияет. Потому что, судя по всему, если он связывается еще где-то дополнительно с хроматином, он должен мешать работе этого оркестра регуляции. Этот вопрос тоже остается открытым, надо изучать. Пока не вполне ясно. То есть это вот такой принципиальный вопрос, который требует ответов. Как же он внедряется в эту систему тонкой настройки вот этой регуляции гены? Лена, и как потом еще белки репарации, если этот белок намотан на цепь, тоже потом участвует в репарации? Да, тоже, это следующий вопрос. В эту же, да, копилку. В эту же копилку, совершенно верно. Поэтому для того, чтобы хоть как-то подойти к решению этого вопроса, мы хотим изучить распределение гибридного белка ДСАП-ГФП на политенных хромосомах дрозофиломелоногаста. То есть здесь очень важно понять, как этот белок вообще в принципе распределен на хромосомах. И оптимальным методом для такой быстрой оценки является иммуноокрашивание политенных хромосом дрозофиломелоногаста. Ну, напомню, что политенные хромосомы, они есть у некоторых видах организмов. В частности, очень удобно, что они есть у дрозофил. Это такие гигантские интерфазные хромосомы. У человека их, кстати, по-моему, нет. А вот у этого модельного объекта есть. Которые возникают в результате многократной репликации ДНК без расхождения хроматит, которые плотно остаются соединенными между собой по всей длине. Политенные хромосомы во много раз превышают по размеру хромосомы обычных соматических клеток. То есть они где-то в 100-200 раз длиннее, в 1000 раз толще, что очень удобно позволяет их визуализировать просто в световой микроскоп. И главное то, что на них видно общую структуру хроматина. То есть что мы хотим показать здесь? Ну, для этого нам нужно будет сделать вот такой гибридный белок, который уже будет работать в дрозофиле. Опять же, да, ввести его в линии дрозофилы. И дальше приготовить препараты вот таких. Ну, вот это вот наша фотография политенной хромосомы. Это фотография очень красивой статьи. Но мы тоже можем получать такие фотографии. Просто это было изготовлено вот прям-прямо к презентации за несколько часов. Просто для того, чтобы показать, что мы тоже на правильном пути можем делать нечто подобное. Соответственно, мы сделаем препараты таких политенных хромосом. И дальше поставим детекцию вторичными антиксилами, которые будут мечены в белку GFPL, вот это его части. И на эти антиксила будет навешана еще одна флуоресцентная метка Alexochlor 488, которая окрасит нам все места посадки вот этого гибридного белка на хромосомы. В случае равномерного распределения белка ДСАП на хромосомах мы будем говорить о каком-то неспецифичном механизме действия этого белка. И уже дальше мы вынуждены будем для того, чтобы ответить на все ранее заданные вопросы, оценивать его влияние на степень компактизации хромосом. В случае неравномерного распределения мы будем анализировать районы, в которых это связывание будет происходить для того, чтобы выявить закономерность этого связывания. Следующей задачей является изучение продолжительности жизни линий дрозофил и меланогастер экспрессирующих ДСАП. Здесь опять же в связи с предполагаемой способностью белка ДСАП связываться с неравномерного плеосомами интересно оценить влияние возможных изменений в компактизации хроматина на функционирование всего организма. Ни культуры клеток не позволяют это сделать, ни, естественно, никакие эксперименты инвитера, ни тем более тихоходки невозможно. Зато на дрозофиле эта методика прекрасным образом отработана. Мы можем определить продолжительность жизни очень точно, очень четко. Правда, это достаточно такие длительные эксперименты. Схема представлена такого эксперимента здесь. То есть берутся синхронизированные линии. Дальше, после того, как они дают потомство, самцы и самки ведутся отдельно в течение трех-четырех месяцев с непрерывной оценкой количества погибших живущих особей. Это мы тоже планируем сделать. И что тут еще интересно? Дело в том, что одна из теорий старения предполагает, что старение — это очень похожий процесс, который возникает в случае воздействия июнизирующего излучения, только медленный. То есть действительно в ходе старения накапливаются какие-то ошибки репликации, ошибки репарации. Наш генетический аппарат начинает сбоить. Клетка начинает хуже синтезировать какие-то белки. Соответственно, рано или поздно это заканчивается гибелью клетки. И если белок ДСАП так прекрасно защищает клетки, а кюнизирующие радиацию, встает вопрос, а не оказывает ли он какого-то вообще в принципе влияния еще и на продолжительность жизни. Может быть, он также прекрасно защищает ДНК всю жизнь, и это приведет к каким-то изменениям. На этот вопрос мы тоже сможем получить ответ, проведя этот эксперимент. Ну и последняя задача нашего проекта это создание экспрессионного вектора для продуцирования белка ДСАП в клетках кишечной палочки, выделение и очистка белка ДСАП для предварительных экспериментов по его кристаллизации. То есть на данный момент у нас есть только результаты моделирования структуры белка, а для того, чтобы понимать механизм его взаимодействия с другими белками в клетке, необходимо знать его структуру вторичную. Ну, поскольку вторичная структура никак не исследована, нам представляется интересным заняться еще и этой проблемой, наработать его в больших количествах, очистить и попытаться либо кристаллизовать, но это действительно такая очень сложная задача, и на всякий случай у нас всегда есть второй способ, это использование методов спектрометрии, которые широко приставлены в ОИИ, и определить каким-то, подойти к определению его вторичной структуры, что поможет нам сделать какие-то предположения о механизмах его связывания с ДНК или с какими-то другими белками и смоделировать различные сценарии механизмов его действия. Собственно говоря, на этом задача нашего проекта заканчиваться. Ну, что мы можем получить в итоге, да, все, что, к чему все это мы планируем сделать. Ну, я могу зачитать кусок из нашего проекта, где это все сформулировано научно, или могу сказать две фразы, наверное, скажу две фразы. Что здесь самое интересное? С нашей точки зрения, конечно, самое интересное это вот эти фундаментальные механизмы. Как он работает в клетке? Как можно совместить вот это его нуклеосомное связывание с работой генов? Вот для меня этот вопрос самый животрепещущийся. Я бы хотела ответить в первую очередь на него. Вопрос номер два это как происходит регуляция в различных типах тканей? как он воздействует на целый организм? То есть до нашего проекта все эксперименты, еще раз повторюсь, сделаны либо в пробирке, либо на культуре клеток. Соответственно, как бы такого полноорганизменного уровня не достигается. Может быть, он влияет на поведение, мы не знаем. Ну, продолжительность жизни я уже указывала. Поэтому тоже очень интересный вопрос. Ну, и в практической плоскости конечно, всем хочется повысить радиорезистентность. Вот даже есть такая программная статья «Как увеличить радиорезистентность для того, чтобы освоить космос?» Наш белок ДСАП находится здесь, в этой части. То есть, в принципе, эти такие очень дальние планы, потому что как можно повысить радиорезистентность, не только для освоения космоса, но, например, просто для биотехнологии. Как сделать так, чтобы какие-то продуценты, которыми мы широко используемся в пищевой промышленности, в химической промышленности, существовали дольше, не повреждались радиацией и были гораздо более стабильны. То есть, это вот такая уже практическая часть. Ну, собственно, у меня на этом все. Вот это участники проекта, которые, которые, как мы надеемся, выполнят его. Среди них три кандидата наук и два аспиранта. у меня все. Большое спасибо, Елена Владимировна. Очень интересный доклад. Вопросы, пожалуйста, товарищи. Из очереди можно влезть, Дим? Да, конечно. Ну, во-первых, не могу не удержаться, что просто белой завистью заведую людям, которые вообще занимаются самым интересным делом, экспериментальной работой, но которые, в отличие от нас, не должны годами ждать ответа, у которых все есть, как говорится, я надеюсь, по крайней мере, большая часть есть под руками, и они могут получать ответ на свои вопросы в какое-то разумное время. А дальше сразу скажу, что с другой стороны хочется, конечно, как-то примазаться к этому делу, и наблюдение показывает, что чем меньше человек знает, тем больше у него, так сказать, гениальных, в кавычках, идей. Вот, если можно, задам несколько вопросов. что заставляет вздрагивать, читая про описание ДСАП. Вот, кто-нибудь, может, я просто не знаю, ведь, что значит радиационное повреждение? Оно, по-моему, может идти как минимум двумя методами, или, как сказать, двумя путями. Во-первых, непосредственный разрыв ДНК тем радиационным излучением, которое есть. Это раз, но, наверное, все-таки это не такой большой эффект, хотя есть. И второе, это создание всяких оксидантов в окружающем ДНК пространстве, близким, которые могут ее поломать. Это похоже на вашу точку зрения, или это я сам придумал? Нет, нет, все так. А кто-нибудь мерил когда-нибудь вклады этих двух Да, я думаю, что радиобиология как раз в значительной степени этим и занимается. Изучением вкладов различных повреждений. Нет, нет, я имею в виду, каким образом можно вообще отделить прямой разрыв ДНК? Почему? Потому что, конечно, ДСАП вот этого прямого никаким образом закрыть не может. Вот в этом месте... Прошу прощения, как раз закрывает, это было показано с помощью метода КОМИК. Тихо, тихо, тихо. Значит, смотрите, никаким образом никакая ваша маленькая белковая молекула не может, так сказать, заставить гамма-квант не порвать. Он все равно ее проткнет, так же, как и остальное. Если надо, он в ДНК может разорвать. Другое дело, что вот эту вторую часть, которая связана с оксидантами, она, наверное, хорошо блокирует, помогает репарировать или что-нибудь, но объяснить нам, что электрон или тем более протон, какая-то, так сказать, жиденькая субстанция, которая окружена ДНК, может защитить от прямого повреждения, ну, это как-то... Но при этом может образоваться не двунитивый разрыв, а одно нитивое разрыв. Не важно, я не знаю, я же не имею ответа. Я говорю, что хорошо бы, наверное, подумать вот в этом же, каким образом можно было бы попытаться понять вклад одного и другого в механизм. Понимаете? Да, прямой разрыв. И, наверное, тогда его наша прекрасная ДСАП или как-то хитро умеет репарировать, но уж точно его не может остановить. Или это вот ясная вещь, когда он просто защищает от оксидантов, которые из-за радиации дополнительно возникают в ближайшей ДНК области. Вот, извините, все. Нет, конечно, безусловно, он защищает от активных форм кислорода. Это было показано авторами второй статьи 19-го года, где они добавляли гидроксильные радикалы и видели снижение повреждений. Но я полагаю, что по первой части там же вопрос попадения какой-то там электрона, да, или чего-то еще. вопрос стоит в том, что энергия его должна превышать энергохимической связи, да, для того, чтобы произошел разрыв. И если этот разрыв химической связи происходит в белке ДСАП и эта энергия не доходит до ДНК, то это тоже защитный механизм. Да нет, 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 но это мы потом поговорим, вот может Дима меня поддержит. Но два мева на грамм, два мева на грамм теряет электрическую частицу, так сказать, и никакое ДСАП ее не может заставить вести себя по-другому. Она и в нем потеряет, другое дело, что ДНК маленькая и, наверное, за счет чисто аксептанца, так сказать, геометрического параметра там будет, но вот это по-моему общая ошибка, что ДСАП никак не защищает от прямого разрыва. Взмешиваясь без очереди, вообще считается, классики пишут, что на долю прямых повреждений приходится 10%, остальные 90%, это как раз за счет радикалов. 100%, я классиков не читал, но, так сказать, физик приходит к этому, по всей видимости, оценки, я тоже начал вначале говорить, что, по-моему, этот вклад первый должен быть меньше существенно, 10%, на мой взгляд, даже много. Извините, я слишком долго говорил. Хорошо. Не, ну, вполне нормально, мне кажется, обсуждение. Так, еще какие вопросы Елене Владимировне? А можно вклиниться по поводу как раз разрывов? Там была сказана фраза про то, что есть однонитевой разрыв, двунитевой разрыв. То есть, мне кажется, если ионизирующая частица попадает, она как раз одну нить рвет, а вторая может починить первую нить или нет? Простите, опять же, за наивный вопрос. Да, конечно, может. Кстати, у нас вот на этот случай в проекте есть кандидат наук, который по специальности радиобиологии, это Аня Рзянин. Аня, может, ты что-то скажешь? Вот как раз репарация репарация часть удара на себя принято, этот белок, и вместо двунитевого разрыва образуется однонитевой разрыв, понятно, что такое повреждение будет легче существенно. И она не совсем ответила правильно на ваш вопрос, вернее, полный. Нет-нет-нет, все так, действительно очень интересно, может быть, и имеет смысл семинар сделать. А вот у меня такой вопрос, тоже наивный, на химическом уровне, когда соединяются между собой аминокислоты, там примерно, не знаю, сколько точек соединения происходит, когда разрывается, достаточно ли там оторвать один электрон или нужно, не знаю, 10-20 разных точек соединения порвать? Наверное, все-таки это несколько точек. Ну, это вот мое ощущение, я не берусь прям с цифрами сейчас отстоять мое ощущение, но мы можем этот вопрос прояснить. Да, здесь на самом деле физики, физики, насколько я знаю, потенциал ионизации это 10 электрон вольт, может быть, это вам больше вот что-то скажешь, то есть, чтобы произошла ионизация молекулы, вот нижний порог это 10 электрон вольт. Это, наверное, даже вам больше говорит, чем вот нам, которые в основном этой проблемой с биологической точки зрения занимаются. Не, ну для нас это значит, что молекула абсолютно нестойкая, то есть ее все, что угодно порвать может. Ну, а так оно и происходит, собственно говоря, у нас в процессе метаболизма образуются и однонетевые, и однонетевые разрывы. Я как раз думаю, вы знаете, что к вопросу, который Игорь Александрович задал раньше, что если проходит какая-нибудь суперэнергичная частица, фотон с энергией, гигаэлектрон, вольт или еще что-то, в каком процессе он может участвовать здесь? Он может участвовать только в рассеянии, на электроне. Вот он может выбить электрон, и этот электрон куда-то дальше улетит. Повреждая при этом тоже. А вот вопрос про повреждения, мне кажется, здесь немножко более сложный. То есть, как нам показывала Елена Владимировна на картинке, там эти молекулы, они хитро друг обносительно друга закручиваются все. То есть, это такая компультификация. То есть, чтобы одну молекулу оторвать от другой, я думаю, это не одного электрона нужно удалить. Там надо целую кучу этих точек соединения разорвать. А чтобы это сделать, нам нужно целую кучу таких там радикалов, ионов, которые подойдут и своими потенциалами смогут сцепить. Я так думаю. Только есть. А чтобы такое произошло, нужно, чтобы этих радикалов раздалось много. То есть, это скорее низкоэнергичные ионизационные частицы должны туда приходить. То есть, эта кривая ионизация, она очень много выделяет энергии, когда энергия меньше, чем миг, минимальная энергия. Совершенно верно. В основном свой вклад в повреждения вносят вторичные электроны, которые возникают. Ага. Да. Как раз энергетичные. Я не знаю, может быть, не на семинаре, но вот это место, которое мне тоже кажется, биологи не вполне. Понимаешь, они как-то считают, что есть доза и доза. Одно дело альфа-частица, другое дело там гамма-кван. Это же принципиально разная плотность ионизации и при выделившейся одной и той же энергии, она может существенно, то есть, ее трек более жирный внутри, она ломает альфа там. Ну да, из плотной. И для дрозофила она или дрозофила она может быть как раз и, поскольку они маленькие, это хорошо. Ну, по-моему, это или отдельно нужно, жалко, встретиться нам сейчас не дают, но, по-моему, можно так же. Ну да, но уже не мучить всех деталями, идеи тут разные есть. Нет, это действительно было бы очень полезно, мне кажется, я поддерживаю Гео Санча, сделать такой семинар как бы физический. по поводу ионизации и прочего в таких маленьких биологических системах. Ну да, пока друг другу объясняем, сами поймем. Ну да, и назовем это рабочим совещанием, может быть, или как-то. Хорошо. Так, какие еще вопросы докладчицы? Ирина Лагерина, у меня вот, на самом деле, куча вопросов, к сожалению, мне тут приходилось периодически отвлекаться, потому что с этим зумом творятся какие-то чудеса, и не все смогли войти, мне постоянно там писали и звонили. Вот, поэтому я немножечко нить, может быть, потерял. То есть, у меня такой тоже разрых нити. Вот. Не могли бы вы просто еще раз, кратко, в течение минуты сформулировать суть проекта? суть проекта в том, что у нас есть белок с доказанными свойствами, с доказанными радиопротекторными свойствами, но эти свойства его оценены только либо в бесклеточной системе вообще, либо на одиночных клетках. Мы хотим перейти на уровень организма и посмотреть, что он делает на уровне целых организмов, возможно ли повышение радиорезистентности модельных объектов с помощью этого белка, и понять, какие молекулярные механизмы действия этого белка в ядре. Это такая фундаментальная задача, и, возможно, это вообще какие-то совершенно новые пути биохимические или еще какие-то, которые очень интересно узнать. Вот. То есть речь про белок ДСАП, да? Да. А есть какая-то, я помню, вы говорили, но, может, я не очень понял, какая-то простая картинка, как этот ДСАП хотя бы в принципе может защищать от радиации? Ну, только... Сейчас, секундочку. Ну, то есть это картинка, нарисованная самими авторами. Ну, я имею в виду картинка, я имею в виду гипотезы, что происходит там. Ну, что он образует такую как бы защитную оболочку, такую как бы шубу такую вокруг ДНК. Вот это... Сам белок? Сам белок, да. А он, то есть размером белок с ДНК и больше? Нет, ну, как бы он сопоставим с размерами ДНК, но на самом деле, опять же, здесь не ясно, мы не знаем его вторичную структуру. У нас есть только результаты моделирования какого-то там, да? То есть как он свернут на самом деле в клетке, до каких размеров? Может быть, он имеет форму спирали ДНК, мы не знаем. То есть этот вопрос как бы пока открыт. То есть это очень губая схема такая, как авторы объясняют вообще происходящие вещи. Никаких деталей нам на данный момент неизвестно. То есть это такая типа изоляция в проводе, да? Да, совершенно верно. Ну, вроде бы. Вот именно поэтому мне кажется невероятно, чтобы она могла защитить в прямом смысле от радиации. А если я вот понимаю, извини, все так хорошо, когда дилетант что-то скажет, что он понял. В чем фишка того, что есть? Что есть хорошо изученный и подходящий очень маленький механизм под названием или там организм дрозофилы? И вот у товарищей есть очень правильная идея попробовать на хорошо изученном, где они более-менее все знают, у них там все есть, попытаться посмотреть, как на нем будет действовать этот ДСАП. Это вот приблизительно есть суть проекта? Да, совершенно верно. То есть гипотеза заключается в том, что у тихоходок ДНК окружено вот таким изолятором. Да. Да. А это как-то проверить у тихоходок представляется, возможно? Вот в том-то и сложность, что тихоходка не является модельным объектом. С ней очень сложно работать, поскольку нет хорошо детально проверенных методов. Не говоря уже о том, что ее вообще довольно сложно содержать вот так вот в любой лаборатории. поэтому все стараются взять какие-то там гены, перетащить их в модельные объекты и изучать уже в модельных объектах, что, собственно, делаем и мы. То есть, конечно, это может быть какой-то отдельной задачей, но нам она совершенно точно недоступна, потому что тихоходки исходные, из которых был взят этот белок, несмотря, кстати, на то, что у нас на площадке ляб полно тихоходок других видов, вот эти исходные, на которых были продемонстрированы высокая радиорезистентность и так далее, они живут в Японии и привезти их из Японии невозможно. Поэтому это вот стандартный как бы подход взять интересующую тебя ген или там генный кластер, перенести в модельку, где все понятно и смотреть, как это будет работать в модельке. А еще вопрос связанный, по-моему, в вашу пользу. А сколько живет ориентировочная тихоходка? К сожалению, у меня нет данных на это. Ну, масштаб. То есть, мне оказалось, что дрозофилы в этом смысле удобнее, они не так долго живут. К сожалению, несмотря на то, что я прочитала целую большую монографию о том, что еще с тихоходок, там не было данных о продолжительности их жизни. Вот Google говорит, что тихоходка самая старая, 120 лет живет. Не знаю, не могу покомментировать. Интересно, как это определили? Вот именно, мне тоже непонятно. Она дневник вела? Наверное, да. Так, хорошо. То есть, а тихоходки в Японии, что это, эволюционно им было выгодно? Там радиации, что ли, больше? Нет, вполне возможно, что и тихоходки, которые находятся на площадке ЛЯП, тоже какие-то радиорезистентные, просто их никто не проверял. это отдельный, тоже большой эксперимент. То есть, вы представляете, их надо собрать там большое количество, оттипировать, определить, что вот эти такого вида, эти такого, научиться их культивировать, что тоже отдельная проблема, собрать нужное число, потом найти источники излучения и калиброваться по ним в достаточно длительное время, определяя LD50. То есть, это отдельные, какие-то большие эксперименты для людей, которым это интересно. Не, ну так, чисто концептуально. То есть, если мы возьмем тихоходку с нужным нам геном, то есть экспериментальная методика, как понять, окружена его ДНК с этим ДСАПом или нет? Ну, в принципе, наверное, можно очень сильно постараться и придумать такие подходы, но зачем, если есть уже разработанные методы для модельных объектов? хорошо подтвержденные, отработанные, которые уже... Нет, это же не против этих методов, я просто так, в принципе, понятно. Теоретически, конечно, да. Теоретически можно провести любой эксперимент, все зависит как бы от соотношения целесообразности, интереса исследований, имеющихся у них средств и так далее. Так, ну хорошо. А еще вопросы товарищи задавайте. Очень интересный семинар. В вопросах возникает постепенно, значит, наверное, ясность, если кто-то что-то не понял. А вот этот сам... Поговорить надо. Да, сам этот ДСАП. Пожалуйста, приглашаем. Ну как приглашаем? То есть вы имеете в виду остаться на зуме, да, после этого? Ну, например. Давайте. А вот этот сам ДСАП, он может просто связывать, значит, эти гидроксильные радикалы? То есть если он, например, не в качестве как изоляции вокруг ДНК, а просто в принципе там в растворе плавает, и все эти гидроксилы, которые возникают, он их тут же, значит, связывает? Пока нет ответа на этот вопрос тоже. Понимаете, это вот совсем новая тема, вот всего две статьи, и все экспериментальные данные, которые есть, на данный момент я представила. Сейчас вопросов больше, чем ответов. Мы собираемся поучаствовать в ответах на эти вопросы, и вот очень хорошо, что вы их формулируете. Конечно, можно поставить и такие эксперименты, подумать, как это сделать и охарактеризовать еще и с этой стороны. Ну, потому что мне так, опять-таки, наивно кажется, что если вокруг ДНК есть еще какая-то структура в виде там изоляции, извините за использование, такого жаргона, то, наверное, она будет сильно влиять на возможность такого ДНК производить всякие разные белки и прочее. То есть нужно будет время от времени эту защиту снимать там как-то, да, активировать чего-то. Да, вот этот как раз, вот мне не дает больше всего покоя этот вопрос. Как совместить эти два процесса, которые текут в клетке, как бы не должны протекать в клетке в отработанном совершенно режиме, как их наложить один на другой и сделать так, чтобы клетка, желаю, существовала. Но поскольку мы видим, что клеточные линии существуют, да, экспрессирующие белок ДСАП, у нас есть линии дрозофила, которые экспрессируют белок ДСАП, и они тоже существуют. Вот тут мы и будем прикладывать все наши великолепные методы полногеномного анализа и анализа наполитенных хромосомов до того, чтобы разобраться, как они существуют вместе, два вот этих, в общем-то, казалось бы, взаимоисключающих процесса защиты ДНК и активной работы ДНК. Кстати, уровень образования активной формы кислорода вполне можно поменять на культуре после облучения. Это не существует методики, это все делается. Мне вот как раз казалось бы, что он скорее не вокруг ДНК, а просто в ядре, в этой жидкости, скажем, ДНК жидкости там плавает, и радикалы же, они равномерно там по объему. Вот как раз внутри клеток и есть красители, которые внутри клеток. То есть можно покрасить после облучения и прямо снять кинетику. А, вот, да. Образование активной формы кислорода. То есть если вы к этому ДСАПу, например, какой-нибудь флюоресетный белок можете, да, там прикручивать? Да непрерывно, мы же GFP к нему там сзади. И просто посмотреть, где он, на конце концов, находится прямо на ДНК, сидит или в жидкости. Я прям поняла, в какой момент вам звонили, Дмитрий Владимирович. А вы это рассказывали, да? Все рассказано про это, да. Простите, да. Я так опять за веревочку пытаюсь выкрутить. Я, знаете, еще, раз уж мы такое больше обсуждений перешли, я думаю, что очень важная действительно мысль, потому что там на слайде было действительно просто излучение, там столько-то грей. А от плотности ионизации тоже очень много зависит. Я думаю, что это может быть тоже хорошим таким маркером, показателем того, как и белки эти работают, и распределение плотности ионизации, повреждений и всего такого. Я думаю, что в эту сторону тоже стоит подумать, тем более, что здесь мы действительно что-то умеем, что-то знаем. Ну и тут, наверное, не нужны какие-то прям мощные ускорители. Тут скорее взять бы просто радиоактивный источник. Да, конечно, тут источников вполне себе хватит. В том-то и дело. И я не понимаю, почему не рентгеновскую трубку, например, которая даже проще с ней работать. А у меня идея возникла организационная. По-моему, вот что нужно сейчас пока сделать, сначала собрать желающих, поговорить более подробно. Во-вторых, сначала бы обменяться мейлами у кого чего в голову придет, а потом уже... Потому что я боюсь, что если мы сейчас начнем, то это будет такая неорганизованная. Ну, может быть. Вот у меня такое предложение. Вы что имеете в виду, что часть людей скупает и слушает наше обсуждение? Нет, кто хочет более предметно и более занудно о деталях поговорить вместе с теми, кто предложил этот проект. Раз. Второе, обменяться, кто чего по этому поводу думает. Чтобы можно было мейл посмотреть и прочитать, и подумать. И после этого вот собраться таким же образом. Лучше бы даже выходные, когда других семинаров нет. Все равно дома сидим. Так. Константин Кусев, пожалуйста, вопрос. Костя, нужен микрофон включить. Да, да, нашел. Я просто хотел сказать еще вот хорошее предложение, потому что я, например, только после того, как ты прислал пароль, смог подключиться. До этого я сидел полчаса и просто не мог подключиться. Поэтому я слушал только половину, как и ты вообще. Может быть, стоит прослушать еще раз семинар. И после этого... Да, Елена Владимировна, вы не могли бы повторить сейчас семинар еще раз? Не-не. Я имею в виду, он записан. Он записан. Можно? Да, шучу, конечно. Можно прослушать его и тогда уже, может быть. Вы знаете, Костя, ты сейчас важный вопрос затронул. То есть, вы, наверное, обратили внимание, что там вчера или позавчера я рассылал письма по поводу Вебекса и возможных проблем с Зумом. И вот мы сейчас видим, то есть, в Зуме начались некоторые странные вещи. То есть, вот эта конференция без всяких действий с моей стороны приобрела пароль. При этом пароль постоянно меняется и я, что интересно, его изменить не могу. А это пароль... То есть, игрушка идет по Зуму. Школьники сели на удаленку с понедельника сегодня. Ну, наверное, это связанные вещи, но это, видимо, сама команда Зум начинает что-то там такое мудрить. А может быть, пароль для тех, кто из дома, а не из института? Требуется? Нет, я так понял, что пароль требуется для тех, кто не зашел как зарегистрированный Зум-пользователь. Просто вот левой. Я из института зашел, да, все равно пароль нужен был. Понятно. Ты по паролю зашел, Володя, в итоге? Вот когда ты мне прислал, да, поэтому я тоже почти весь семинар писать не слышал. Вот я понял, я понял, что, значит, я, видимо, должен буду прямо перед семинаром посылать вот это такое приглашение всем по рассылке Ляпа, потому что там будет, видимо, содержаться активная ссылка конкретно на данное совещание. Потому что я, когда увидел пароль, я, во-первых, не смог его изменить, но самое удивительное было то, что если я просто захожу еще раз к себе в Zoom, то я вижу пароль другой. Захожу в третий раз, он в третий раз меняется. То есть это постоянно какой-то динамически меняющийся пароль еще. Вот. То есть мы сейчас какое-то время еще, я думаю, попробуем эту систему как бы пообманывать и пытаться все-таки ей пользоваться, но не исключено, что нам придется перейти на что-то другое. Хотя Zoom очень хорош. Или на платную версию. Так, она платная. Я за нее плачу. Ну да. В чем и дело. То есть они как бы кидают не бесплатных пользователей, а вполне себе платных. А, нет. Ну тогда ты имеешь полное право поддержку напрягать. Я имею, да. Но они там вот уже некоторое время назад отсылали письмо, типа, что мы извиняемся, мы не оправдали ваши ожидания. То есть у них число пользователей выросло в 20 раз, а это же сервера, сети. То есть если у них их просто тупо не хватает, то им приходится сейчас вот как-то выкручиваться. Ну я думаю, это решаемая проблема. Если у них число платных пользователей выросло, то масштабируются они не такое большое дело. Все масштабируются. Ну да. Время же. Время, да. В общем, есть запасной вариант. Это вот этот WebEx, по которому я рассылал. Он, возможно, даже хуже по качеству несколько. Вот. И менее удобный, чем Zoom. Я его попробовал, но в нем есть какое потенциальное преимущество по сравнению с Zoom. То, что мы можем внутри OIA развернуть эту систему. То есть мы не будем выходить во внешний мир. Поэтому нас никто не сможет там прикрывать квоты устанавливать и прочее. ерунду делать. Вот. Ну, это вот мы так будем динамично. То есть поэтому, пожалуйста, постарайтесь не запутаться. Я тоже постараюсь не писать много писем на эту тему, чтобы не запутывать. Но имейте в виду, что у нас такая сейчас есть ситуация. Просто пользуясь случаем, что мы на прямой связи, не по телефону, у меня вчера не получилось по ссылке, которую вы прислали. Да, да. Я вот тут вас сделал с организаторами. Если видите, вы тут с организаторами. Ну, здесь-то да, но вот в той новой системе что-то надо поговорить будет потом персонально, что там не работает. Хорошо, ладно. Так, еще какие вопросы к Елене Владимировне? Вот, не к Елене Владимировне, извините, пожалуйста. У меня такой вопрос. В связи с последними решениями нашего президента, там нас на работу будут продолжать пускать? Или какие-то дополнительные списки? И вообще, мы тоже до конца апреля институт не работает. Можно я как депутат прокомментирую? Короче, сейчас ситуация такая, что сначала они врубили этот полный карантин, потом осознали, что куча предприятий по этому полному карантину работать не может. Соответственно, вот сегодня в особой экономической зоне половина предприятий уже просто работают. Ну, там, с соблюдением методов дистанцирования, всего такого, но все равно тупо работают. Поэтому, не знаю, как вы и я, но насколько я слышал там из этих совещаний, которые мимо нас краем пролетали, то тоже как бы людям, которым надо действительно приходить на работу, они могут и будут приходить на работу. То есть вот эти списки, их не надо пообновлять, кто в списках изначально был, так продолжают прям ходить? Пока, точно, пока, да. Ну, на самом деле, вот прилетел приказ, пока шел семинар, подписанный Матвеевым, и здесь сказано, что, значит, новые списки будут созданы. Срок до 8 апреля хотят списки, причем работников поделят по этим спискам на три категории, и, соответственно, вот только одну категорию будут пускать. А как попасть в эту категорию? А как попасть в эту категорию? А то у нас же... Я думаю, что списки разослала сегодня Аксенова, да, наверное, полчаса назад. То есть приказ разослала. И просьба руководителям подразделения тогда направлять эти списки ну, Беднякову, Наумову и мне. И мы соберемся и посмотрим их. Ну и дальше уже, наверное, как-то модифицируем и передадим. Так там тогда, наверное, и сроки указаны? До... До 8 апреля сказано списки представителей. Это списки. А карантин у нас до какого времени? Никто не знает сроков карантина пока. Ну, в приказе написано по 30 апреля организовать работу. С 9 по 30 апреля. Пока так. Понятно. Ну, а первый приказ был до 31 мая, как я помню. Все меняется. Ну, да. Но, как посторонний член, я рекомендую дирекции все-таки. Если девушки там соблюдают безопасность и ходят в масках, то им бы работу не кончать. Она у них интересная. Конечно, в масках соблюдаем дистанцию, близко к Баку. Она у всех интересная. Дрозофилу не подходят. Но, большинство все-таки может и из дома работать, а вот им надо мухи из них по домам. Конечно, тем, кто может из дома, так сказать, убедительная просьба сидеть дома. Да, да, мы не можем просто. Да, им надо мухи. Это там отдельная тема. Дрозофилы помрут. Жалко. Жалко. Так. Мне казалось, Костя Гучев какой-то вопрос руку тянул. Да, я просто тоже вот только что получил. Я думаю, все получили. Но это не приказ. Вот это официальное сообщение о текущей ситуации от Матвеева на нашем бланке Объединенного Института Ядерных Системий. Ну, я его проглядел. Ну, в общем, да, в общем, ничего такого. Никаких объяснений особых в этом объяснении нет. Я просто хотел сказать, что оно получено, так это можно прочитать. Курсом президента это называется, простите. Да. Ну, давайте ближе к семинару. Значит, что еще мы хотим спросить? Елена Владимировна. Да, Михаил Ляблин, пожалуйста. Здравствуйте все. Я хотел бы узнать, можно ли где-нибудь прослушать запись. Вот я вижу тут запись, но она в красном цвете. Да, запись будет выложена на сайте, Михаил. А, все отлично. То есть у нас все предыдущие семинары, вот Елена Николаевна Дубовик их обработала, и все записи уже появились в фейсбуке, ссылки появляются, я так думаю, что и на самой страничке Ляб тоже. Понятно. Так. Еще какие вопросы? Илья Владимировна, то такие формальные вопросы, то есть, конечно, может быть, не совсем для этого семинара, но тем не менее, то есть вам нужно будет ведь на Интресе потом, да, с этим выступить? Ну, вот я, к сожалению, не вижу здесь Михаила Госткина, я как раз хотела спросить, что мне делать дальше, скажите, пожалуйста. Зато вы видите Георгия Саныча, который председатель НТСа. Прекрасно. Что делают дальше после семинара? Как быть? Ну, после семинара вы, так сказать, готовите, подождите, прежде всего, НТС это промежуточное, конечной вашей целью будет выступление на паке. Да. Если вы хотите открыть проект, вот, а дальше, к сожалению, там тоже получается плотно, но, безусловно, надо на одном из паков в конце апреля вам бы подготовить все формальные. Давайте не будем всех забивать, я могу ссылку вам прислать, если вы ее еще до сих пор не знаете, как готовится проект. Ну, вот мне нужен же ближайший НТС-ляпа, правильно я? Ближайший там, ну, это мы обсудим, это не обязательно ближайший. Хорошо, не ближайший, ладно. Потому что ближайший будет с шестнадцатого, если память не изменяет. Да. Ну, давайте, это я не думаю, что мы это можем решить и в рабочем порядке. Но там нужно будет написать проект. Проект у вас тоже есть? Да, да, да. Он есть, отзывы есть. И проект по форме, которая там требуется, да, там эти все четыре. А, ну, отлично. Тогда... А вот, кстати, насчет отзывов. Там оригиналы отзывов некоторые отправили по почте, а у нас ничего не работает. Не институтская почта. Да, оригиналы-то не так важны. То есть, в принципе, сканы достаточно, да? Мне кажется, для нас стопроцентно, или, я думаю, там дальше. Вот единственное... Ну, а там дальше ситуация как-то улучшится, наверное. Хорошо, пусть все, так сказать, тоже услышат, но вообще-то для нового проекта, я почти не сомневаюсь, но вообще хорошо бы материалы прислать пораньше. И, короче говоря, желательно для открытия проектов все-таки существенно найти черных оппонентов, которые, так сказать, не глядя ни на какие личные обстоятельства и знакомства, оценят проект, который есть. При продлении так была вроде негласная договоренность, это уже не так интересно, а вот при открытии нового проекта, желательно бы это сделать. Давайте тоже обсудим. Для этого нужно выложить или показать, или мне прислать проект, и после этого, может быть, сообща, ну, тут лучше без вас, найти темных оппонентов, которые бы прислали честное, так сказать, слово, как они относятся. Юрий Александрович, они у нас все-таки анонимные оппоненты называются, не черные, не темные. А, ну, хорошо, да. Ну, будет так. Вальдемор не будем использовать. Извините, но темных оппонентов, анонимных, ведь назначает дирекция, правильно я понимаю? Это другие ножницы. Да-да-да, мы видим, да, именно, но для этого она должна иметь сам проект, и потом... Ну, да, должен быть проект, вообще проект должен быть как бы видимо для всех. Ну, конечно, он будет видим. Да, и в этом проекте, конечно, хорошо бы соблюсти баланс для возможности понимать его физиками и биологами. Сейчас он как написан? Для биологов? Знаете, Дмитрий Владимирович, вот это такая, такой нерешаемый вопрос, потому что, если я пишу его, ну, как бы, очень понятно, меня биологи спрашивают, которых я, которым я это отправляю на отзыв, они говорят, ну, как бы, ну, что не устраивает глубина проработки. Поэтому я пишу его для биологов, от которых я получаю отзывы. Ну, дальше я вот пыталась как-то упроститься в семинаре, ну, я не знаю, как решить этот вопрос, чтобы все остались довольны. И люди, которые в этом хорошо разбираются, люди, которые в этом, ну, чуть-чуть там, им надо более без деталей. Ну, совсем не разбираются, будем прямо говорить. Не, ну, уже, уже, я надеюсь, разбираются как-то. Вот я не знаю, как соблюсти этот баланс. Ну, словарик я бы мог посоветовать. То есть, какой-то некий там префейс или наоборот сзади какое-нибудь приложение, словарик терминов. Белок – это вот такая штука. БНК такая. И вот так. Чтобы можно было кучу ваших терминов как-то хотя бы при помощи словарик переводить. Не, ну, наверное, для этого есть Google, всегда можно посмотреть, если человек интересуется действительно такими вещами. Кто есть Google? Да, потому что всегда... Ну... У меня два экрана. На одном что-то читаешь, такое слушаешь, а на другом смотришь в Google. А что же это означает? Ну... Ну, я только сейчас вспомнил, спасибо Дмитрию, сказал, если посмотреть классические физические книжки, то у них просто есть в начале глоссари, там просто расписывается, что означает это, что то, что есть. физические... Да, конечно, физика тоже такая большая наука, что физик-физика не всегда понимает, если мне объяснить свой язык. То есть, это в печатных книгах я видел такие вещи, естественно. Ну, это книга, но мы же в своих проектах тоже глоссарии не пишем, правильно? Но мы-то все-таки физический институт, а биологи здесь, они, у них более сложная ситуация, то есть, они хотят быть все-таки поняты нами, наверное, я думаю. Вот. Тогда, может, надо ее усложнять еще дополнительно, кажется. Ну, кому интересно, тот найдет. Ну, не знаю, практика, я говорю, показывает, что, не знаю, до некоторых, я скажу так, недавних пор, мне кажется, что мы вообще не слушали биологов, и о чем бы они там ни говорили, никто ничего не понимал, о чем делали. Правильно ли я выражаю? Вот. Поэтому, если сейчас у нас уже идет такой процесс, что мы пытаемся разобраться, как это перевести, нам понятно язык, наверное, сворачивать с ними не стоит. В конце концов, действительно, появляются какие-то новые идеи, пусть, может быть, они там кажутся наизными, или все как-то, но в конце концов, такое движение совместное у нас на встречу друг к другу есть. Так, ну, хорошо. Я думаю, что мы уже Елену Владимировну маленько подзамучили, да, почти полтора часа, устали, да? Нет, все хорошо. Отлично. Если нету вопросов прям срочных, то тогда я предлагаю поблагодарить Елену Владимировну, пожелать ей и ее команде, ее коллегам больших успехов в этой действительно важной, интересной работе. готовьте хороший проект, понятный для всех и получайте важные результаты. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok